Приветствую вас, во-первых, я хочу вас поздравить, с днём рождения, вот я думаю, что у вас всё ещё впереди, вот я думаю, так или иначе, что у вас всё ещё впереди. Я думаю, что вы достаточно рановато ставите на себе крест, вот, но я в этом, ну я не удивлён, я не удивлён в том, что вы это делаете, потому что у этого, очевидно, есть свои причины, есть причины, по которым вы ставите на себе крест, и эти причины в основном заключаются в стереотипах, которые бытуют в нашем обществе, бытует относительно того, что, значит, женщина за тридцать, когда этой женщине за тридцать очень, так скажем, хорошо, вот, то-то эта женщина уже считается чем-то вроде расходным или обработанным материалом, хотя это, безусловно, ни в коем случае не так. Вы знаете, я думаю, что вначале вам нужно сказать то, что я не буду вас поддерживать. Почему не буду вас поддерживать, потому что я не считаю, что поддержка это то, что вам нужно сейчас. Хоть, да, вы просите её, вы просите поддержку, но я всё же думаю, что поддержка это не то, что вам нужно. Но я более чем в этом уверен. Кроме того, если вы хотите поддержку, если вы хотите получить поддержку, то мне представляется так, что вы можете обратиться к человеку, любому человеку, то есть, я имею в виду, к подруге, к другу, вот, который может оказать вам, собственно говоря, эту самую поддержку. Гораздо лучше, чем это сделают психологи. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, задача психолога не заключается в том, чтобы поддерживать, а на мой взгляд задача психолога заключается в том, чтобы раскрыть человеку, в данном случае вам, те проблемы, которые у вас имеют, имеют место быть, вот, помочь вам с этими проблемами справиться, вот. И, соответственно, в этом, лично я в этом вижу свою миссию, как психолог. Вот. Поэтому, за поддержкой, я боюсь, вы обратились несколько не по адресу, вот. Ну, а разобрать вашу проблему я могу. Итак. Здравствуйте, уважаемые эксперты! Что делать с тем, что ты встречаешь свой день рождения совсем не так, как думала много лет назад? Ну, совершенно очевидно, что если вы встречаете день рождения не так, как думали много лет назад, значит, вы, очевидно, какие-то вещи действительно делаете не так. То есть, очевидно, что какие-то вещи вы сделаете как-то в обход или в запрет своих желаний, в запрет своей естественности, в запрет своим эмоциям, в запрет своим чувствам, ну, или, если говорить просто, то в запрет своей, можно сказать, природы. То есть, то, что вы делаете, вы делаете в обход того, что вам нужно, в обход того, что вам хочется. Вот. К сожалению. К сожалению, да? К большому моему сожалению. Вот. То есть, вы думали о том, что будете встречать Новый год по-другому, потому что вам чего-то хотелось, вам что-то было нужно, вы на что-то надеялись, вот. Но эта надежда, она была достаточно абстрактной, судя по тому, что вы описываете. Эта надежда была достаточно абстрактной, и в итоге получилась ситуация, при которой вы просто-напросто не реализовали ничего из того, что вам хотелось. То есть, получилась ситуация, при которой у вас не получилось достичь того, что вам было нужно. То есть, ваши желания не реализовались. И вы знаете, я, честно говоря, не очень сильно удивлен тому, что ваши желания не реализовались. Дело в том, что если ваши желания касались создания семьи, например, если вы ориентировались на создание семьи, например, то это не совсем ваши желания. То есть, вы пишите о том, что хотите встретить любимого человека. Вы об этом пишите, что вам нужен любимый человек. Но для создания семьи. А семья зачем? «Сегодня мне стукнуло 36 пищевые цифры, ползет к 40 годам, молодость уходит, а я так ничего не смогу достичь в личной жизни». Ну, я вот не думаю, что молодость зависит от возраста. Молодость – это все-таки состояние духовное, молодость – это все-таки состояние больше именно энергии, молодость – это состояние энергии человека. И я вот не думаю, что ваша молодость и молодость кого-либо другого зависит от того, сколько лет человеку. В данном случае сколько лет вам. Вот. Я вот честно скажу, да, я не думаю, что это та позиция, которая отражает действительность. Я думаю, что вы здесь, как раз таки, это один из моментов, где вы следуете стереотипами. То есть это один из моментов, где вы мыслите стереотипами, где вы опираетесь на то, что думает современное общество про женщин. Вот. Я не думаю, что это сколько-нибудь хорошая для вас позиция. Я думаю, что тут вы сами себя загоняете в определенные рамки. Ибо вопрос не в том, сколько вам лет, вопрос не в том, одна вы встречаете там новый год, день рождения или что-либо еще. А вопрос заключается в том, куда вы по своей жизни движетесь, какие у вас есть цели, какие у вас есть желания, какие у вас есть ориентиры. И это не то, что связано с другими людьми. Дальше. Я так ничего не смогла достичь в личной жизни. В личной жизни достигать ничего акцентировано, именно акцентировано. В личной жизни достигать ничего не нужно. В личной жизни достигается, то, что достигается в личной жизни, достигается, как правило, параллельно. Параллельно с тем, что человек делает в других своих сферах. Если человек занимается любимым, например, делом, если человек занимается тем, например, что ему интересно, то в таком случае он всегда имеет доступ к людям, которые увлекаются тем же, что и он. И, соответственно, проблем в том, чтобы найти человека, который разделял бы взгляды. В данном случае это могут быть ваши взгляды. Например, не проблема, но это является проблемой, если в некоторой степени страдает, хромает реализация. То есть это является проблемой, если вы, например, не имеете для себя четких целей по жизни. То есть если вы сами для себя не определили того, в каком направлении вы двигаетесь. Не определили свои ценности. А сама по себе личная жизнь, ну, является очень не самодостаточной сферой. Раньше думала, что до 30 все успеют, что после 30 буду встречать день рождения в другом своей семье детей, увы. Но тут, мне кажется, для вас имеет какое-то значение явно чересчур важно день рождения, во-первых. Во-вторых, вы до 30 пишете, что думали все успеете, а что именно все успеете? То есть о чем, собственно, идет речь, когда вы говорите, что все успеете? Почему вы хотите встречать день рождения именно в кругу своей семьи? То есть опять же, да, опять же, есть ощущение, есть такое чувство, что для вас это как будто имеет особое значение, что вот я должна встречать день рождения свой обязательно в кругу своей семьи. То есть это было вот что-то вроде, ну, установка какой-то, да, и так далее. Но почему у вас появилась эта установка? Почему эта установка стала для вас возможной? И заметьте, вы говорите про семью, про детей, как про что-то отдельное, что вам нужно. То есть такое впечатление, что семья и дети для вас являются самостоятельной ценностью. Но как может самостоятельной ценностью являться то, что составляют люди? Вы не знаете, какие люди будут, например, ваши дети. Вы не знаете, какой человек будет ваш муж. То есть понятно, что это будет человек, которого вы достойны, но если вы говорите про семью и про детей, то у вас есть некий образ сознания, которому вы, вероятно, будете стремиться, который вы, вероятно, будете пытаться реализовать. И, естественно, будете испытывать разочарование, если не будет у вас получаться. Понимаете? С другой стороны, образ отношений, который у вас есть, возможно, имеет под собой основание в виде определенных желаний, связанных со всем другим, не относящимся к личной жизни. Например, вы хотите чувствовать себя несколько более защищенной в семье. Например, вы хотите чувствовать себя значимой, опять же, в семье. Например, вам нужно допустить, чтобы вас любили, к примеру. То есть вариантов, вариантов много. Вот того, почему вам это нужно. Но все эти вещи означают только то, что у вас самой есть некоторые противоречия, которые, возможно, и мешают построению отношений с мужчинами. Дальше. Так. Но, увы, ничему этому не суждено было сбыться, и я каждый год встречаю одна. Почему именно одна? А как же друзья, знакомые? Я даже не встретил мужчину, с которым хотелось бы эту семью создать. Я думаю, что корень здесь проблемы заключается в том, что вы мужчину воспринимаете как именно партнера для семьи. А не просто как человека, как личность. Вот я думаю, что проблема может скрыться в этом. Потому что я думаю, что мужчину вы встречали, и не одного. Но слишком сильно вы хотели семью создать. И этим самым его, возможно, отпугивали. От себя. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Может быть, я не прав здесь. Но мне кажется, что это вполне возможно. По крайней мере, об этом говорит мой опыт и практика. Дальше. Теперь кажется, что все поздно, поезд уже ушел, я не так молода уже. Подросли молоденькие девчонки, которых выбирают мужчины для семьи. Почему вы считаете, что для семьи выбирают именно молоденьких девчонок, непонятно. Тут у вас, опять же, есть установка, что все поздно, поезд уже ушел. Кто определяет, что поезд уже ушел, почему вы считаете, что в 36 лет это все, вы замуж не выйдете. То есть это, опять же, следование общепринятым стереотипам. Дальше, а не меня, ведь мне уже светит совсем близко 40-й десяток. Но, опять же, с одной стороны, это стереотип, с другой стороны, вам хочется, чтобы вас выбрали, вам это необходимо. За этим, как я уже сказал, стоит определенное желание, не связанное с личной жизнью. Дальше. Вообще, в общем, я в подавленном состоянии, никогда не думал, что жизнь в этом возрасте окажется именно такой. Были другие планы совершенно. Ну, вы знаете, строить планы на жизнь, это очень рискованное занятие, потому что жизнь может распорядиться по-своему. И то, что вы строили планы, ну, это говорит о том, что вы, скорее всего, именно своими чувствами, именно своими эмоциями не жили. Я могу ошибаться здесь, конечно же, но, когда человек строит планы на жизнь, мне кажется, этот человек не живет спонтанно, не живет эм... чувствами, а живет больше, именно, вот, эм... теми... вещами, которые, по его мнению, должны быть. То есть, где-то когда-то вы сделали для себя, вот, приняли для себя такое решение, что... должны... должны, значит, ну, что вы должны обязательно создать семью и обязательно там к 30-ти годам, и что обязательно у вас должны быть дети. Но зачем? Почему? Должно быть именно так. В этот момент вами не раскрывается. Как не раскрывается, и то, эм... тяготитесь ли вы от, собственно, своего одиночества. Если тяготитесь, то как и чем? То есть, почему у вас одиночество, собственно говоря, эм... тяготит? То есть, получается, если вам некомфортно наедине с собой, то, возможно, вы не принимаете, эм... полностью себя такой, какая вы есть, а это уже... то же... это уже, эм... то же... эм... проявление, эм... внутри личного слова, конфликта, который у вас может иметь место быть. Вот. То есть, по сути, речь идет о том, что вы, эм... сами, сами себе... эм... построили планы, эм... вот, эм... не озаботившись, эм... тем, насколько эти планы самобытны, насколько, эм... вами эти планы обеспечены, что это насколько, эм... ну, насколько вы, эм... способны реализовать эти планы. Вот. И, собственно, теперь вы переживаете по поводу того, что они не сбылись. Вот. Притом, что, по каждому, эм... получается, эм... так, на мой взгляд, что... Ваши планы сбываться и не... и не должны были. Как я уже сказал, потому что, эм... мало кто захочет, эм... вступать в отношения с эм... человеком, который... эм... видит некий образ, да, и... соответственно, ну, априори не, эм... принимает, эм... тебя таким, какой ты есть. Вот. Так что, здесь, я думаю, однозначно можно сказать... можно сказать... эм... вот... так однозначно можно сказать, эм... об этом. что есть внутри личностный конфликт и... эм... возможно... проблемы с самооценкой, эм... что мотивирует вас двигаться... эм... в своем стремлении именно в сторону, эм... ну, в сторону создания семьи, в сторону, эм... любимого человека, а не в сторону собственной... эм... реализации, например. вот, хотя это... очень... эм... важная история и очень... эм... важный момент... на самом деле. Вот. То есть, эм... сложно построить сч... эм... счастливые... именно счастливые отношения, эм... если человек не... ну, испытывает проблемы с реализацией. а вы испытываете, потому что иначе бы вас это не беспокоило, вы были бы заняты и так далее. эм... далее. Поддержите меня кто-нибудь. Я в другие дни еще ничего держу, стараюсь не думать о неудачи, но день рождения это своего рода итог. Кто-то смог добиться в жизни, так вот и не смогла ничего. эм... и опять же, люди здесь ни при чем. Почему вы, эм... то, что человек смог добиться в жизни, эм... сводите только к тому, что вы смогли добиться в жизни личной? То есть, мне кажется, это абсолютно неоправданное снижение... эээ... сужение. Это абсолютно неоправданное сужение эээ... человеческой жизни, эээ... полноты человеческой жизни. Вот. Мне кажется, что эээ... вам, ну, стоит рассмотреть эээ... возможность раскрыть эээ... больше раскрыть ээээ... перспективы и границы, ээээ... того вот, эээ... ну, как вы мыслите, того, как вы думаете, ээээ... ээээ... того, в какую сторону вы движетесь, эээ... вот, и так далее. То есть, мне кажется, что это очень, ээээ... важные моменты, эээээ... все, вот, без которых вам будет достаточно, ээээ... сложно ээээ... действовать дальше. Вот. Эээээ... в целом... в целом... я думаю, что... как-то так можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте в целом. Эээээ... я не уверен... эээээ... конечно, что... ну, что вы... как-то... прислу... прислушаетесь эээээ... вот... ко мне, например. Я не уверен в том, что... вам... вообще... эээээ... понравится мой ответ, потому что это вряд ли может назвать поддержкой. Это, скорее, такая мотивация к эээээ... действию. Ээээ... вот. Но, если вы... попробуете действительно что-то менять, то... психолог вам может... помочь. И, поверьте, что ваш возраст здесь... ээээ... вообще никакого... значения не имеет. Абсолютно. и делает себя совершенно не в возрасте.а именно, вот, в том... эээээ... что вы хотите... куда вы стремитесь... эээээ... что вам важно имена... Вот, имена... именно... именно вам. именно вамээээээ... самой... что... что важно. Вот это то, на что стоит обратить внимание. И если вы раскроете себя, если вы раскроете свой потенциал, если вы начнёте себя реализовывать, то я более чем уверен, что вокруг вас появятся люди, которые заметят ваши достоинства, которые оценят их, которые примут их. Вот. И вы очень быстро встретите своего человека. Но вам это уже будет на тот момент не так важно. И это не случайно. Потому что у вас будут совсем другие цели и задачи. Вот. Я думаю, что примерно вот такой можно дать вам ответ. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Ещё раз вам, ещё раз поздравляю вас с днём рождения. Я желаю вам успехов. Я желаю вам найти себе себя. Я желаю вам разобраться в себе. Вот. И, соответственно, очень надеюсь, что у этого будет результат. Вот. Ну а психологи вам в этом помогут. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Анaden из llegателям.